Здравствуйте, с вами в блог. Ничего святого, Сергей Мпоярковым. Я тут художник, который может видеть каждого. План Зеленского ограбить бедных, ну потому что надо хоть как-то поддержать своих богатых. Зеленский, естественно, сам туп как пробка. Он деталей не понимает, но для этого есть помощник Севковича, известного регионала и предателя, гетьманцев. Итак, припредательный гетьманцев будет выполнять этот план. Он, кстати, очень правильно и честно сказал, что поднимать налоги на роскошь мы не будем. Ну, потому что это не будет эффекта иметь положительного. Ну, конечно, как они себе будут поднимать налоги на роскошь? Для них это эффект отрицательный. А отрицательный эффект должны, естественно, переложить на вас. Мало того, будут обязательно говорить, что это по требованию Евросоюза. Оттехрест. Мало того, вам же скоро, когда у нас появится телевидение, а я не сомневаюсь в том, что мы закончим войну, и она все-таки будет иметь победный для нас результат, вам начнут врать. Вам начнут врать. Я уже вам сразу со старта рассказываю, как вас будут разводить. Как с вами будут играть в лохотрон, потому что вам будут говорить полуправду, которая хуже любого вородья. Вам скажут о том, что на самом деле, ну, ведь на Западе большие налоги. Вот теперь нужно понять базовую вещь. Любой экономист, любой, в любой экономической школе знает базовую вещь, фундаментальную. Любая экономика начинает замедляться после того, как налоги превышают 20%. Чем более 20% поднимается налог, тем хуже экономики. Она начинает буксовать, стагнировать, возникают проблемы. Развитие бурное, развитие экономики. Тогда, когда до 20% бизнес платит налоги. Все. Тогда деньги зарабатываются, реинвестируются, растут рабочие места, растут зарплаты, потому что прибыль капиталист вкладывает в дело. Вы понимаете, да, у нас был там 18% в НДС, там было 1% сбора, там был полтора процента военный сбор. Теперь все это дело подскочило. И вам обязательно начнут врать, разводить вас по поводу, ну, смотрите, ну, ведь вот в Америке какие налоги там, если посчитать и то, и то, и то, то это будет там 35-38%, а в Европе вообще там 40-42%, а вот в этой стране там прогрессивный налог, а тут вообще на сверхприбыль плевать от налог 60%. Это крючок враньяна, который вас будут разводить. Почему? Потому что полуправда, которая показывает один аспект и прячет за спину другой, это и есть лохотрон. Смотрите, разница гигантская. Во-первых, эти страны, которые вам будут приведить в пример, они прошли период базовый, который не прошли мы, они прошли период, когда они построили развитую, работающую, процветающую экономику на налоге ниже 20%. Они построили базу кормовую, налоговую. То есть у них есть то, с чего можно эти налоги уже высокие в Европе, в Америке снимать. У нас этой базы нет. Поэтому только кретинический, придурок экономический может говорить, а вот давайте мы посмотрим на Европу, у них большие налоги, и делаем у себя так же. Ни хренак же. Так не получится. Так не будет работать. Такая система убеднит бедных и убогатит богатых. И, конечно, куча народу свалит из страны. Если мы будем вводить европейские налоги, посмотрите, вот европейскую свободу слова вводить нужно обязательно. Европейскую правовую систему, особенно суды, верховенство, право, это надо вводить в базе. Плюс маленькие налоги. Потому что если мы, имея полную экономическую, юридическую, в общем-то, и все задницы, которые только могут быть, у нас поставим большие налоги, какой инвестор пойдет сюда инвестировать хоть копейку? Если у нас будут а-ля европейские налоги, все бабки пойдут туда, в Европу, в Америку, инвестироваться туда, где нормальная судебная система, хорошие дороги, все уже развито, и большие налоги. Ну, смысл идти к нам на большие налоги, если у нас полная фигня, у нас ничего не построено. Поэтому здесь что-то построить, развивать и увеличивать ВВП Украины можно, резко уменьшив налоги для бизнеса. Не существует другого пути, потому что надеется, что нам кто-то даст, ну, слушайте, прагматизм мирового сообщества, еще, черт побери, никто не отнимал. Второй вопрос. Когда нам говорят, вот там такие налоги в Европе, у нас еще налоги низкие по сравнению с ними. Стоп! Не надо нам трындеть. Потому что главная разница заключается в том, что большие налоги в Европе не рассовываются всякими арахамиями, пятьюшенькими эффективными, менеджерами подъермачными, именно и воночкой квартальным по своим карманам, то есть по криптокошелькам. Потому что на Западе налоги идут в совершенно другое направление. У нас, гетьманцев, пакуются вместе со всей командой аж гай-гудэ. Вся гуманитарная помощь, финансовая помощь, там бюджетные деньги, они разворовываются, о чем говорит вся мировая пресса. Этот голландский недавно, не помню, то ли министр, то ли кто, сказал просто прямым текстом, надо меньше воровать. Все газеты, Wall Street Journal, Financial Times, Times, все говорят, надо меньше воровать. На что гетьманцев, Зеленский, что-что не слышим, что-что плохо слышно, что? Вот такая система у них действительно во Франции. Там же социализм, там если вы устроились бюджетником, вы так, ба-ба-ба-бам, опаньки, джекпот, вас практически невозможно уволить. Гарантирована очень хорошая зарплата и главное отличная пенсия, потому что вы на госслужбе. Расскажите это нашим несчастным там теткам из министерств всяких и ведомств, которые там переносят бумажки, сидят под этим вот кабинетом. Расскажите это учителям, расскажите это воспитательницам детских садов, расскажите это работникам социальной сферы, нашим медикам расскажите, которые не в частных клиниках, кстати, в частных клиниках тоже сейчас особо не разгонишься, как раньше. Расскажите им, что вот все эти налоги, которые соберут, они их увидят. Сейчас! Потому что гетьманцев врет. Точнее как? Он не говорит правду до конца, потому что правду надо знать до конца. Большие налоги в Америке создали колоссальную базу для жизни людей. Американский флот. Вы знаете, сколько стоит американский флот? Они очень сильны в флоте. Говорят, что американский флот стоит как бюджет Российской Федерации за сто лет. Вот Россия за сто лет при сегодняшнем ее бюджете, реально, если перевести в доллары, и стоимость американского флота с одними кучей авианосцев, этих тысячи десятки тысяч самолетов, там тысячи кораблей, персонал, базы по всему миру. Вот куда идут эти большие налоги. То есть, посмотрите, в Америке колоссальный государственный долг. Тем не менее, у них есть Medicaid, у них есть Medicare. Они платят бездомным, бомжам, которые там на Санта-Моника-Бич там лазят, они платят 1200 долларов в месяц бомжам, чтобы те не тырили в liquor store себе выпивку. Чтобы они не воровали бутылку вискаря, потому что, извините, ну, сажать там привод, вот это судить, полиция, это дорого, проще дать им эти деньги. То есть, 1200 долларов получает бомж в Америке официально, ему выплачивают ежемесячно. У него есть ID, у него есть social security number. Он еще получает шаровую жратву, ему кучу благотворительной плюзи, ему одежду и медицинское обслуживание, до которого Российской Федерации тарахтеть, как медному тазику. Американские индейцы в резервациях, это богатейшие люди на их земле. Они разрешают открывать казино, там, где вот эти триби, вот эти их племена живут, и просто рядовой индейец в резервации, процветающий, может, там есть резервации, где индейец, то есть, вдумайтесь, получает 12-15 тысяч долларов в месяц за аренду земли, потому что на земле его племени построили огромное казино. Каждый член семьи. Поэтому в Америке огромные налоги, правда. В Европе они огромные, которые идут на шикарную, по сравнению с нашей, там, российской, там, казахской или белорусской жизнью. Посмотрите эту пропасть между Польшей и Белоруссией. Нищета белорусов, по сравнению с богатством поляков, просто зашкаливает. Поэтому бацька говорит, что надо вот это, слышите, с четырех же мест вижу, что надо же повышать пенсионный возраст, надо, чтобы наши белорусы работали после пенсии. От хорошей жизни нет. Вот где нас намахивает гетьманцев. Потому что налоги они собрались повышать, а уровень жизни за эти налоги населения они собрались понижать. Вот в чем правда. Это задача гетьманцева, ну, под, опять-таки, руководством Зеленским формальным, а под реальным руководством Ермака обобрать бедных. Поэтому тарифы на электроэнергию у нас как в Соединенных Штатах. То есть, я вам уже объяснил, что зарплата в Соединенных Штатах, где там в Швейцарии и в Германии, позволяет платить, они настолько богатые, что они без напряга готовы платить, ну, безумные деньги за электричество, ну, прям как в Украине. То есть, украинские тарифы американцев не пугают. Вопрос, нахрена им ввели на, их ввели нам. Вот в чем вопрос. Потому что правильно говорили все. Вот та же самая Притцкер, да, вот все, все, кто здесь были, приезжали. И куда приезжал Зеленский? Перестаньте воровать! Потому что повышение коммунальных услуг, повышение цен на топливо автоматически, это повышение цен на все. Ну, налог на роскошь, Гетьманцев говорит, это, говорит, нерентабельно. Это, говорит, не даст желаемого эффекта. Да, для них желаемый эффект, чтобы вы подтянули пояса и сели на голодный паек. Потому что тогда они будут паковаться, криптовалютные кошельки будут ломиться. Для них каждый день войны это прибыль. День простоять, ночь продержаться. Система Абдиралова, вот объясните, пожалуйста, всем вашим знакомым, вот то, что я вам объяснил, которые до сих пор говорят, ой, а Вовочка не знает, он еще молодой политик, он столько всего делает для Украины, а если бы вы были на его месте, как вам было бы тяжело? Объясняйте дуракам на пальцах, что при всех негативных моментах, которые были у Порошенко, Януковича, Ющенко, такой экономической задницей, а главное, беспреспективницей, которую сейчас Селенский через Гетьманцева под крылышком Ермака ввел, не было никогда. Тогда мы с вами не дорабатываем. Слишком высок рейтинг Зеленского, потому что это наш с вами косяк. Не забывайте подписываться на мой влог, лайки, комментарии, репосты, а победа будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не заржавеет.